Так, ну начнем с того, что вообще современная дошкольная организация, да, ориентируется именно на личностно ориентированное обучение, на развитие личности ребенка, да, то есть на развитие его творческих способностей, которые требуют именно развития педагога, да, его профессионально-личностного развития. И, соответственно, приоритетная задача педагога – это обеспечение, конечно, прежде всего, непрерывности образования, да, значит, и профессионального подхода к его организации, и, соответственно, появление, да, на основе стандарта федеральной образовательной программы, все это обуславливает необходимость иного типа планирования. То планирование, да, которое, соответственно, было у нас по структуре, по содержанию и методам, да, в основном административно-командной системы, да, спасибо, девочки, что меня слышно, значит, все больше обнаружат противоречия, да, противоречия с психолого-педагогической наукой и образовательной практикой сегодняшнего дня. Обязательно запись презентации будет. С чем это связано? Ну, конечно, у нас всегда теория с практикой, они параллельно очень, как бы, прям параллельно редко идут, то есть теория у нас немного забегает вперед, а может быть, где-то и практика. И вот анализ функции планирования в практике управления детскими садами, да, обнаружил ряд проблем в ее реализации, да, что же туда входит, это, в частности, это недостаточное осознание руководителями значения сущности планирования в системе управления. Во-вторых, это роль родителей, да, потому что она тоже важна в совершенствовании механизма планирования и, ну, необходимости, конечно, создания новых разновидностей планов и технологий планирования. То есть вы скажете, планов и так достаточно, да, и так их много, зачем еще их плодить, да, и, соответственно, конечно, это не значит, что плодить, а найти более эффективный. И во многом, мне кажется, что когда педагоги, именно воспитатели жалуются, да, на то, что очень много писанин, очень много планов, да, или приходит другой педагог, молодой педагог, значит, кто-то уходит, да, и они забирают свои планы, как бы неоткуда переписывать, так говорят. Естественно, это сложность в том, чтобы на пустом месте, да, что-то создавать, это большая работа, но, как бы, ну, это и есть, да, но и, на мой взгляд, опытный педагог, он должен делиться, да, своими разработками, да, на мой взгляд, если пользуются вашими работами, вашими планами, да, вот, нашими лекциями, это плюс ведь, да, за это должна радоваться душа, как говорится, да, и вот по мнению, опять же, многих специалистов, именно по управлению, да, потому что управление приходит у нас, проверяет все это, и значимости функции планирования в современных условиях, это еще больше возрастает, да, и поэтому важно, какие тенденции развития планирования, это переход от централизованного и административного планирования, дальше мы отметим, да, в чем это будет заключаться, переход от планирования осуществляемого узкой группой лиц к планированию с более широким участием, да, педагогов и не только, ну, и переход от текущего планирования именно к системному, да, ну, и внедрение инноваций, инновационных технологий, это важно. И как сделать так, чтобы при планировании деятельности свести определенные ошибки к минимуму, яснее увидеть перспективу и цели его развития, определить пути, способы и средства их достижения, ну, а главное, конечно, сплотить, да, педагогический коллектив, разбудить его творческое начало, вовлечь в управление, ну, когда ведь хорошо, когда готовы, спускают планы, да, ой, вот мы работаем по изобразительной деятельности, там, по программе Швайко, там все разработано, все занятия мы взяли, да, это в план переписали и, соответственно, включаем. Это хорошо, но ведь это не вносит творчество, да, ну, вы скажете, недотворчество, да, когда нужно готовиться к занятиям и так далее. И вот, значит, анализируя и различные программы и так далее, мы там, я немножко практики вам включила, в презентации будут ссылки, соответственно, где можно скачать, да, разработанные программы, да, и для разных возрастных групп, то есть и тематическая, календарная, конечно, хорошо, что теперь это как-то в легком доступе, да, но специфика региона, специфика учреждения, она, конечно, должна отражаться в любом планировании образовательной деятельности. И вот внедрение федеральной программы, да, в чем же ее специфика, что у нас, я вот как раз это взяла из первого вебинара по федеральной образовательной программе, по ее внедрению, да, значит, я включила то, что обучение и воспитание ребенка как гражданина РФ, формирование основ его культурной, гражданской идентичности, ну, и, соответственно, на доступном его возрасту средствами, содержание единого ядра дошкольного образования ориентировано на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, ну, и воспитание его, да, знающего историю, культуру. И, соответственно, как раз федеральной образовательной программе и внесены те праздники, да, те, значит, те темы, которые должны включаться. Нельзя сказать, что обязательно эти все, потому что, как уже тоже отмечено практиками, да, педагогами, то есть мы должны постоянно, значит, готовиться к определенным праздникам, да, это ведь сложно, да, соответственно, обученные, как бы, занятия, да, организованная образовательная деятельность, она, как бы, ну, во-первых, раз идет по планированию, чтобы это не только на бумаге было, да, и, соответственно, мы должны реализовывать эти планы. И самое главное, да, вот какие функции дошкольного уровня на современном этапе, это создание единого федерального образовательного пространства воспитания и развития детей от рождения и до поступления в школу, которая обеспечивает ребенка, его родителям, законным представителям равные качественные условия, да, вне зависимости, конечно, от места и региона проживания. Значит, вообще, так, быстро у меня, и вот как раз тоже федеральная образовательная программа, которая содержит, да, содержит данный компонент, это целевой, это содержательный и организационный разделы, мы тоже раскрывали, что целевой раздел, это я быстро пройдусь, да, чтобы, как бы, не повторяться, если кто присутствовал на вебинаре по федеральной программе, цели, задачи, принципы формирования, планируемые результаты на разных возрастных этапах, да, и на этапе завершения освоения программы, это характеристики, особенности развития детей и планируемых результатов, ну, и сам содержательный раздел, который включает именно, вот, содержание образовательной деятельности по каждой группе, ну, и, соответственно, по образовательным областям. Вообще, как бы, можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время, как бы, нет такого руководителя, которых бы не волновали вопросы планирования, да, и это важно, потому что это вопросы авторитета, престижа, да, дошкольного учреждения, его как руководителя, и, соответственно, как ты хочешь, чтобы его детский сад имел какое-то свое лицо, да, ну, и был как-то отмечен, да, и родителями, соответственно, ну, и, конечно, органами управления образованием, да, и все это руководители вполне обоснованно связывают с обновлением и развитием дошкольного учреждения, да, чтобы не стояло на месте и план с одного года повторялся и так далее, да. Итак, планирование, оно представляет собой разработку последовательных действий, да, позволяющих достигнуть определенного желаемого результата. Планирование всегда осуществляется от достигнутого состояния и на определенный период времени. То есть дальше мы ответим по видам планирования, да, что будет включаться, да, в стратегическое, тактическое и оперативное. Ну, самое важное, да, мы на данном этапе должны проанализировать наши возможности. Значит, каковы они, сможем ли мы, да, осуществить запланированное, достаточно ли средств, да, как бы и нашего творческого потенциала педагогов, которые позволят нам реализовать. Главное, чтобы планирование обеспечивало интеграцию всех образовательных областей, разнообразие форм организации образовательной деятельности, да, не только сама, значит, сами ООД, да, но и вот праздники, развлечения, значит, определенные мероприятия и другие, очень индивидуальная работа, да, где нужно, то есть где возникает необходимо создание адаптированной программы тоже, потому что более четко здесь работа именно коррекционная, индивидуальная с данными детьми. Сочетание образовательной деятельности с воспитательной работой, потому что как раз обучение, воспитание, да, они должны, соответственно, характеризоваться в плане, да, различаться. Ну, включение детей в разные виды деятельности. Но и прежде всего, да, это у нас с Анпи настаётся, как бы эти условия реализации, соблюдение всех требований. Да. И вот какие же... Какие же современные требования в планировании образовательной деятельности выдвигаются на сегодняшний день? Конечно, обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы, да, и он с детьми. И единых правил ведения, вообще как бы единых, да, по всей России, скажем, да, нет. Поэтому он может быть составлен в удобной для педагога форме. Вы скажете, что при проверке старший воспитатель требует, да, значит, а старшего воспитателя, его начальство требует, да, то есть орган управления образованием. Но всё равно как бы определённые есть, да, условия, которые необходимо соблюдать, да. Это объективная оценка уровня своей работы в данный момент планирования. То есть насколько предыдущий план нами был реализован в полной степени, да, насколько он эффективен. Естественно, как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, но получается только на своих, да, как бы... То есть кто не работает, да, тот не ошибается, кто не включается, да, именно в активный процесс. Значит, выделение целей и задач планирования на определённый период работы, соотнесение их с примерной, так, у нас теперь уже непримерная, да, это предыдущие программы, да, реализации дошкольного образования. Значит, чёткое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу планированного периода. То есть если это у нас модель выпускника, если это стратегическое направление, да, то есть стратегия – это планирование на более длительный период, да, то есть от 5, от 10. Но в основном вот программа развития самого ДУ, она определяется от 3 до 5 лет, да. Ну, я думаю, что больше, чем на 3 года редко кто планирует. Почему? Потому что, как бы, мы не знаем, да, что вот опять, если появится, то мы запланировали на 5 лет, опять изменится тактика, да, планирования с внедрением какой-либо документации, потому что у нас меняются очень часто, да, там, ФГТ, стандарт, ПОП и так далее. Это мы только отметим, да, за последние, ну, да, 10 лет, да, итог. Сама концепция развития ДУ тоже, да, это стратегическое планирование. Поэтому вот те результаты, которые мы будем ждать, да, они, конечно, должны реализовываться. Значит, четкое представление вот результата, выбор оптимальных путей, да, значит, средств, методов. Здесь слово оптимальных, конечно, это как эргономичных, да, которые будут менее затратные, да, что материальным, как, скажем, что во временном, да, подготовка к осуществлению данного плана, ну, и помогающих добиться поставленных целей, а, соответственно, получить планируемый результат. Не менее важным условием реального планирования работы является учет специфических особенностей возрастного группы. Это обязательно и конкретно, конечно, определенного педагогического коллектива, то есть та обстановка, в которой осуществляется образовательная деятельность, ну, а также профессиональная компетентность педагога, да, потому что, я говорю, просто копирование какого-то плана, не привнесение нового, ну, на мой взгляд, это неинтересно, да, и, как бы, одним из основных условий реализации любого планирования, да, мы должны именно осуществлять в процессе, значит, целостного образовательного процесса. Это системный, это целостное, развивающее во времени и в рамках определенной системы. Сюда же включает взаимодействие взрослых детей, взрослых педагогов и родителей, да, наносящих именно лично-ориентированный характер, потому что данный характер определен и вид обучения, как лично-ориентированный и в концепции развития, он вообще, как бы, исходит из конвенции о правах ребенка, да, значит, и направлено на достижение социально значимых результатов и призвано привести к преобразованию личностных качеств и воспитанников. Видите, свойств и качеств, да, то есть качество здесь будет уже воспитательная сторона формироваться. Значит, образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность и самореализовываться. Образовательный процесс должен сочетать принципы научной обоснованности, ну и, конечно, практической применимости, да, то есть любая программа, которую мы берем за основу, да, планирования, это будет основная, это будет парциальная, либо дополнительная программа, она должна иметь, во-первых, вот свою уникальность, своеобразие и, прежде всего, конечно, вот, сочетать принципы научной обоснованности. Это важно, то есть была, должна быть подтверждена, то есть ту диагностику, которую предлагает данная программа, тоже должна иметь свои результаты ранее, да, должна быть эффективной, и что модель выпускника, который обучается в школе, ну, показывает определенные результаты, да, и что, как бы, даже уже, скажем, на первоначальном этапе обучения в школе было видно, да, что, ну, хотя бы дети, как бы, на уровне находятся, скажем так, да. Значит, обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, значит, и задач процесса образования, ну, и, конечно, для каждого воспитательных уникальность, обусловленные возможности участия его в проектировании субъектов разного уровня, то есть и педагог, и родитель, и ребенок. Для конструирования оптимальной модели образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным стандартом необходимо вспомнить, какие же основные образовательные модели существуют, да, именно в настоящее время, в дошкольно-образовательные организации, которые необходимо внедрять, так как это рекомендует именно стандарт. Вот сейчас мы их кратко рассмотрим. Учебная модель, ну, сами понимаете, да, учебная, так, у меня такое на слое идет, в чем ее отличие, да, то есть она активно используется, как бы, можно сказать, она связана, да, с особенностями, стиля, да, определенного стиля. Значит, и... Извините, что-то у меня сегодня... Так, наверное, нам будет легче. Вот она, да, и подноси. Жесткое, да, вот именно жесткое программирование идет образовательной среды в виде определенных методик, да, и вот раз как учебная, то есть предполагает как школьно-урочная форма, да, здесь методика, вот в кавычках, да, вид учебных пособий. Какому педагогу, да, педагог серьезный, да, для того, чтобы донести до детей знания, да, он использует вот такую учебную модель. Конечно, при преподнесении каких-то новых знаний детям, формирование определенных компетенций, да, в какой, в любой из образовательной областей, где, ну, дети, да, вот слайды перепрыгивают, да, скажем, нет возможности организовать, исследовать, применять исследовательские методы, проблемные методы, да, то вот эта учебная модель, она более, скажем, такая положительная, да, педагог-авторитет учит детей, дети соответствуют, именно учит, да. Комплексно-тематическая модель. Здесь в основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание, представляется в эмоционально-образной форме, да, то есть именно во всех видах детской деятельности, проживание ее с ребенком, да, значит, позиция партнерская, да, предполагает именно такой демократический стиль, глаза в глаза, когда вместе находят решение проблемы, вместе, как бы, работают, да, и, как бы, в целом образовательный процесс направлен на расширение представления ребенка об окружающем, да, больше, ну, чем на его развитие. Вот, видите, эту модель чаще используют учителя-логопеды, да, чтобы выявить, продиагностировать, да, их, как бы, их знания, да, в определенной области, там, проверить, да, активный словарь и так далее, да, чем больше знают, тем как бы хорошо. Ну, и предмерно-средовая модель, да, мы знаем, что здесь, как бы, играет роль, особенно в стандарте она расписана, да, предметная среда. Предметная среда, мы ее называем развивающая среда, образовательная среда, и здесь подбирается именно развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Вот классический вариант этой модели – система Марии Монте-Сори. Значит, она интересна и, как бы, сейчас тоже начала активно внедряться, я знаю, значит, в практику работы дошкольных, дошкольных организаций, да, и такие, и по типу, там, семейных, да, семейных детских садов, да. Чем она интересна? Она уникальна. И, конечно, если есть возможность, да, приобрести тот материал, который рекомендует Мария Монте-Сори, рекомендован, да, у нее больше, там, именно на классификацию, сериализацию, да, то есть постепенное, там, увеличение, уменьшение, увеличение, сравнение, обобщение, работает мышление. Но здесь предполагается самостоятельная работа детей, да, по интересам, что ему понравилось и так далее. Да, окружающая предметная развивающая среда должна быть богатая, да, обязательно. И педагог действует именно как наставник, да, он подходит к ребенку, работает, значит, с тем материалом, который понравился ребенку. У нас был опыт внедрения именно такой системы Марии Монте-Сори, да, значит, именно в нашем ВУЗе, значит, в нашем филиале, как бы, закупили необходимый материал, да, и работали. Интересно, интересно работать, да, как бы, неоднозначно, то есть мы вот привыкли к учебной модели, посадили, да, там, задания, рассказываем и так далее. Эта модель, она, конечно, уникальна, но, как бы, к нам тоже обратились сильно, когда говорили, что мы занимаемся и дома по системе Марии Монте-Сори, и они захотели, соответственно, пойти в лице, и тут вопрос учителя, вы в какой системе, как бы, работали, значит, обучали, да, родители говорят, мы не посещаем детский сад, вот, соответственно, работаем, да, то есть у нас методика, да, апробируется, Мария Монте-Сори, учитель институт сказал, вам, конечно, нужно ходить в детский сад, да, чтобы дети приучились к занятиям, к урокам, то есть именно предпосылкам учебной деятельности, потому что на практике это хорошо, да, но немножко внедрение, вот, дальнейшая преемственность, да, со школы, эта методика, конечно, она сложена, да, там очень математическое развитие идет по данной методике серьезно, но, соответственно, учителя еще не могут принять, да, но эти же материалы могут использоваться на различных видах организованной образовательной деятельности, и особенно по адаптированным программам для детей с нарушением зрения, для детей-аутистов, да, потому что этим материалом как раз у нас пользуются, значит, педагоги, которые приходят с детьми, да, и работают именно с данными категориями, и, то есть у них плюсы как бы в этом, в этом есть. То есть ограничение образовательной среды только предметным материалом и ставка на саморазвитие ребенка в этой модели, конечно, приводит к утрате систематичности образовательного процесса и резко сужает культурные горизонты дошкольника. При этом, как и учебная данная модель, она технологична и не требует именно творческих усилий от взрослого, да, только ребенок. То есть вот этот принцип систематичности, да, последовательности, он утрачивается. А мы говорили, что как бы федеральная программа должна, соответственно, все принципы, да, общепедагогические принципы, принципы дошкольной педагоги, которые также реализуются, систематичности, последовательности, учет индивидуальных особенностей, она должна включаться. Так, вот здесь как раз, значит, поговорим о видах, да, планирования, что сегодня многие педагоги задаются вопросом о том, как же составить тематическое планирование по федеральной образовательной программе. Действительно, вроде, это большая проблема, да, как говорят некоторые, для кого-то это как бы нет проблем, потому что сталкивались, да, вот мы уволились, мы не хотим, значит, опять это новое планирование, по ним работать, нам курсы заставляют и так далее проходить. Спрашиваю у других практиков, они говорят, нет, мы совместили старое планирование с ФОП, да, ничего нового такого, отличительного, больше задач, понятно, по гражданскому воспитанию, да, это совмещение, и как бы прекрасно мы продолжаем работать, да, и вот это календарно-тематическое планирование, зачастую даже ежедневное планирование, которое предполагается именно в комплексных программах, да, тоже, да, требует доработки, потому что эти программы, конечно, они рекомендованы, да, стандартам дошкольного образования, и от рождения до школы, и детства, и радуга, и истоки, и многие другие программы, мне вот тоже интересно, к нам еще много присоединилось, да, какие, по каким программам работают, чтобы написали в чате, по каким программам работает ваше дошкольное учреждение, да, и, ну, вот какие проблемы в планировании у вас возникают в соответствии именно с введением федерального образовательного программы, есть они или нет, да, мне это как бы интересно, чтобы была именно обратная связь, чтобы последующие вебинары, которые я буду готовиться, да, учитывая именно на ваши запросы, на ваши интересы и на ваши проблемы, да, соответственно, у нас как бы проблемы региона, да, включение регионального компонента он тоже есть, а мне интересно, конечно, потому что я здесь вижу очень много разных городов присутствует, поэтому спасибо, если вы напишете, по каким программам у вас работают, да, да, то есть многие, конечно, да, у нас переходят от рождения до школы, она основана, то есть как раньше была, единая программа, интересно, в ней именно запланировано систематически, что необходимо включать, как бы, и детство. О, прекрасно, прекрасно, спасибо большое, я потом еще прочту. Образовательная деятельность для ВДО по федеральной программе подразумевает ежедневную работу с детьми, да, с учетом их перспектив, значит, их развития тематического содержания и ряда других факторов, образующих комплексное календарно-тематическое планирование. По неделе, спасибо. И календарное планирование тоже необходимо осуществлять, конечно, во всех возрастных групп, да, и в целостном образовательном процессе, вот, и каждая из культурных практик, то есть из видов планирования выступает в собственном развивающем значении, да, а вообще, как бы, они должны быть взаимодополняемыми, да, и сочетаться по развивающим задачам. Ежедневная образовательная деятельность не обязательно, конечно, должна подчиняться какой-либо теме, как рекомендует, да, ФОП, ну, как это делать при комплексировании посредством так называемых тематических недель. Ну, вообще, вот, тематические недели, они, как бы, были уже давно, да, у нас планирования включались, да, иногда бывает сложно. Мир открытий, интересно, спасибо. Значит, все, все, ну, я по-старому скажу, да, все занятия именно вот по этой тематике вести, да, и в то же время тематическое сочетание культурных практик может быть полезно для придания большего интереса деятельности детей, но и чтобы не было такой вот разорванности, да, образовательного процесса. И результатом планирования образовательной деятельности, конечно, будет являться план, включающий форму, методы, средства и позволяющие решать те или иные образовательные задачи, да, за определенный промежуток времени. Вот мы здесь как раз отметим виды, да, планирования, разные виды, это стратегические, тактические, оперативные. Вот к стратегическим, значит, как правило, относится годовой план, да, определяется деятельность всей организации на год. Естественно, здесь вот определенная команда определяет приоритетные задачи, и, как правило, разрабатывается рабочая группа, состоящая из сотрудников, вот непосредственно руководство. Но годовой план, опять же, он у нас тоже определяется, да, с учетом программы развития, да, то есть у нас программа развития до определенного от 3 до 5 лет, и каждый год, да, мы, соответственно, меняем приоритетную задачу, приоритетную задачу этого года. Опять связано с годом, вот год педагога-наставника, соответственно, мы реализуем такую же задачу, да, осуществляя определенную преемственность. Это важно в той или иной типе, то есть мы находимся на, как бы, этапе, да, то есть как мы на волне, да, со всей страной, скажем так вот. Вот. Тактические планы, к которым могут быть отнесены перспективные планы, а также могут определять действия на более короткий срок, это квартал или месяц. Но вот еще к стратегическому планированию я уже отмечала, что у нас относится и модель выпускника, да, модель выпускника, то есть это мы наперед, да, начиная если с 2 до 7 лет, да, по всем возрастным группам мы определяем эту модель, что туда входит, но иногда общими словами идет только описание, да, но все же, понимая и диагностируя каждый год детей, да, определенную возрастную группу, мы должны для себя ставить выводы, да, насколько наша программа актуальна, насколько она востребована и реализуется ли в полной мере. Во-первых, насколько она эффективно, да, работает на детей. И сама вот программа, да, развитие ДО, да, насколько она составлена грамотно с учетом тех перспектив, даже, скажем, с той же дорожной картой, да, которую непосредственно мы должны руководствоваться, ну, скажем, в таких общих понятиях, да. А вот уже тактическое планирование, когда разрабатываются перспективные планы, индивидуальные карты развития, да, вот, тематические, да, планы, ну, связанные с определенными темами и событиями, то здесь мы должны учитывать, да, во-первых, это персонал, педагогические работники, да, которые также должны включаться в разработку, и музыкальные руководители, инструкторы, и педагог-психолог, и логопед, и дефектолог, да, ну, и педагоги, да, соответственно, включать, то есть более инициативные, показывая работу предыдущего плана, да, насколько она эффективно сработала, что они вот внедряли, да, это хорошо. Значит, и оперативное планирование, да, к которому относятся календарные планы, то есть это текущая деятельность, да, педагогических работников, особенно воспитателей, ну, определяется достаточно на короткий, да, срок от одного дня до двух, одной-двух недель, ну, и здесь, конечно, ориентируется на разные виды, на перспективное, календарное, тематическое планирование. Спасибо большое, да, что я вижу, вот, основное, конечно. Вот, вот мы про это тоже сейчас, как бы, обратим внимание, да, что из себя представляет же рабочая программа, да, значит, вот, как раз по программе детства, по программе от рождения до школы есть разработанные, да, вот эти вот тематические планы, вот ссылки и учебные пособия. Ну, вот хорошо, что у нас есть такие творческие люди, которые быстро, да, вот внедряют и разрабатывают, да, то есть это у них хорошо получается, да, кому-то больше реализовывать, а кому-то разрабатывать. Это я и говорю, поэтому опытный педагог, который уже, как бы, сделал не один выпуск, знает уровень развития, предполагает, да, вот, к концу среднего возраста, да, заканчивая среднюю группу, ребенок должен уметь то-то, 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 да, по различным направлениям. И он видит, что у него возникнет какие-то проблемы, а почему, да, он анализирует и ставит на себя новую задачу, вот. И, конечно, рабочая программа воспитателя, вот как задали вопрос, да, а что вы включаете в рабочую программу воспитателя, то есть к какому виду планирования оно относится. Потому что к тому же оперативному это вот календарное, это стабильные планы специалистов различного уровня, да, музыкальный руководитель, инструктор и так далее. Это тематические планы и диагностические карты развития детей. Для чего эти диагностические карты? Как раз, чтобы проанализировать, эффективно мы работаем, или же нет эффекта от той программы, да, от того плана, который мы реализуем, да. Да, хорошо, от рождения до школы работают многие, дошкольные учреждения, а в плюсе то, что есть разработки, да. Другое, эффективна ли она в работе именно в нашем дошкольном учреждении, если у нас коррекционная группа, да, определенные дети с ОВЗ, да, эффективна ли она работает, эффективна ли она работает в центре развития ребенка, или же в детском саду общеразвивающего вида, в детском саду с приоритетным осуществлением физкультурно-здоровительной работы, либо же санаторного типа, да. Поэтому здесь, опять же, нужно учитывать специфику и определяя основную программу, да, например, от рождения до школы или программу детства, как бы, да, мы должны включать дополнительные парциальные программы. Вот как раз тема следующего вебинара, значит, будет представлен обзор тех программ, которые наряду с основной программой, да, вот она от рождения до школы либо детства, будет включаться, да, по направлению. Даже как бы автор данных программ, то есть это комплексных, да, программ, они сами, например, там, рекомендуют, например, включать программу «Юный эколог Николаевый», да, по экологическому воспитанию, там, по художественно-изобразительной деятельности программу «Цветные ладошки», да, она интересна, уникальна, но методическое обеспечение и проведение немножко требует вот такого более творческого подхода, да. Конечно, хорошо, когда есть отдельно специалист, да, то есть именно из-за студии, где вот дети будут приходить, и педагог, который только работает по именно там изобразительной деятельности, включая там программу «Юный экологический ладошки», там, художественный труд, да, потому что она интересна непосредственно, вот если кто-то был на ее курсах, слушал, да, вот мы, она приезжала к нам и проводила курсы, это очень интересно и вот отталкивает нас от обыденности, да, от того, что вы показали, как сделать, дети, значит, копируют уже поделку, да, а здесь идет творческий подход к развитию творческого воображения, что немаловажно, потому что, скажем, не умение читать и писать им в школе, да, пригодится, а умение мыслить, образно мыслить, да, переводить это все в определенную логику последовательности, да, воображать, находить новое и так далее. Так, и давайте вернемся, да, к нашему планированию, да, и вот любое календарное планирование должно быть вариативным, почему бы, чтобы вот давать возможность педагогу изменить его в зависимости от ситуации, потому что не так важно, кем составлен в план, да, это старший либо воспитатель или даже самим воспитателем, в отличие будет заключаться в том, что как данная группа, как каждый ребенок, потому что у нас должно осуществляться именно личностно ориентированное обучение, да, учитывая индивидуальные особенности, осуществляя дифференцированный подход, то есть как, нужна ли доработка, да, вот индивидуальная работа с детьми, которые больше, ну, на, по творческому, у кого-то это больше по мыслительному, да, направлению мы разрабатываем задания, индивидуальную работу даем. И поэтому основы для планирования должны быть занятия, которые не объединены только в одно целое, да, как рекомендуют, опять же, масло-масло немножко, да, прошури методических рекомендаций, о виде определенных записей, да, то есть, которые для себя определяют педагог в определенной ситуации, да, и может менять порядок, да, состав. И вот создание такой подобной картотеки, как бы, ну, не является существенной проблемой, да, потому что очень много количества сборников занятий, где можно выбрать готовые, где можно комплектовать, да, соединить. И это важно, когда вот, ведь даже сочиняя тоже планирование, да, те же занятия, мы как бы пишем себя там автором, да, данного вида занятий, мы не придумываем, да, мы комплектуем, да, как и дети при рисовании того же несуществующего животного, при придумывании сказок. То есть идет комплектация, взяли оттуда одно, оттуда одно, нам это понятно, мы видим, что это в комплексе будет работать, но, может быть, и не видим, но при реализации, при проведении того же творческого занятия, да, насколько это будет интересно. И вот создание подобной картотеки важно, да, и вот воспитатели практики, они, да, могут и делают, отлично разрабатывать занятия, вот классификация, да, может быть, и не нужно строго следовать там определенной классификации, но учитывая принцип действия на благо ребенка, да, это основная задача охрана, укрепление физическое, психическое развитие ребенка, да, всецело. И, естественно, да, все занятия, они должны быть по ФОК тоже классифицированы, да, и сегодня же как и программы, так и методические рекомендации, они все структурированы на основании этих областей. Скажем, конечно же, как явление, например, социально-коммуникативная область у нас есть, да, или художественно-эстетическое развитие, в чистом виде очень редко, да, можно это реализовать, поэтому они слушают основы для упорядочивания занятий. Например, социально-коммуникативное развитие детей может происходить в процессе любой деятельности, которая подразумевает общение. Учитывая то, что организация детского сада, в принципе, не подразумевает длительной социальной изоляции, можно сказать, что все пребывание ребенка в обществе детей и воспитателя, это именно социально-коммуникативное развитие, потому что ребенок находится в обществе, да, в обществе детей, взрослых окружающих, и, соответственно, он осуществляет коммуникацию, общение, да, в свободной деятельности, в организованной образовательной деятельности и по определенной тематике. Вот, поэтому занятия должны быть упорядочены в соответствии с видами деятельности ребенка и культурными практиками. Вот, где может участвовать педагог? Это и сюжетная игра. Сама по себе сюжетная игра, да, она как развивается? Дети, не владеющие, скажем, знаниями или скутными знаниями, да, об окружающих, они не могут дальше развить игру в магазин. Пришли, купили, ушли, все, да. Вот, здесь педагог помогает о разнообразии видов, узнает, да, какие магазины есть, значит, там, какие покупки можно совершать, примерно ценовая категория и так далее, да. И, соответственно, тут дети уже делятся своими впечатлениями, своими именно, своим жизненным опытом, и это важно, он именно вступает в коммуникацию, и в то же время идет развитие сюжетной игры, просто игры в магазин. Значит, познавательно-исследовательская деятельность, да, как бы, вот, ребёнок вот раз так, а я вот, значит, чем отличаются эти магазины, да, там, супермаркет, от продуктовый и так далее, надо в следующий раз, значит, там, сходить с родителями, уточнить, да, значит, узнать, рассмотреть, всё понаблюдать, да, и уже, как бы, сосредоточено будет восприятие тех явлений по ходу в магазин для него, это будет уже, как бы, не просто пошли зачем-то, да, а для того, чтобы в дальнейшем он смог организовать сюжет игры, да, ну, конечно, чтение художественной литературы, это важно, да, так, и, ну, музыки, пения, да, без этого никак, это всё вместе у нас сходит, то есть именно комплексное планирование. Так, ну, вот здесь мы ещё кратко отметим, что в ДО используются две основные, да, годовой, календарный, да, и педагог традиционно, традиционно используется календарно-тематическое, перспективно-календарное, блочное и комплексное планирование. Вот новый вид, это модульное планирование, да, здесь модульное учитывает особенности работы именно современных, да, школьных учреждений и состоит из трёх взаимосвязанных разделов. Это перспективно-календарная преемственность между детскими садами школы и связь с различными специалистами дошкольного образования и общественными организациями. Ну, и скажу, что это, как бы, это важно, да, это осуществление и доп. услуг, но и запрос, да, рекомендованный как социальный заказ родителей, да, он должен быть так или иначе, хотя мы говорим, какой, как бы детей много, да, дошкольных учреждений не хватает, но в то же время возможность выбора родителями дошкольных учреждений, когда по сарафанному радио передаётся, ну, более интересная, эффективная работа, на педагога идут, да, на оснащение дошкольного учреждения, да, на организацию различных мероприятий, участие в конкурсах и так далее, конечно, родителям интереснее, чтобы их дети, как бы, развивались, да, в различных видах. К планированию, естественно, вот, подключаться педагогическая диагностика, это мы отмечали, обязательно оценка достижений детей, да, и результативность вообще педагогических усилий, ну и, конечно, ходить с уровнем развития детей, да, соответственно, если мы продиагностируем и выявим, да, что есть там в математическом развитии недостаточно знаний, да, для ребенка, там, определенной возрастной группы, естественно, мы уже на перспективу, да, будем работать и включать дополнительные задания, работу для работы с родителями, да, давать, либо индивидуальную работу, да, и вообще понять причину, чем же связана, да, слабость в данном виде, возможно, включение какой-то программы, да, дополнительной именно по математическому развитию. Поэтому при планировании учитываются принципы, это комплексный подход, это построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, опять же, все специалисты, включая и родители, партнерство взрослого с детьми, то есть совместное решение проблем, да, когда детям более интереснее, да, не просто там ответить, да, а решать проблему весь с педагогом, да, вот, бывает так, дети там что-то скажут, да, я говорю, а я вот не знала, значит, хорошо, я тоже информацию, которую вот дети сообщают иногда, ведь они шибко умны, да, в каких-то вопросах, посмотрю, да, для того, чтобы подтвердить, правда это или нет, да, потому что дети любят тоже придумывать, да, партнерство взрослого с детьми и реальный учет, вот, особенности региона, обстановки, сезона, ну и возраста детей. Перспективное, да, оно еще называется у нас реперное точечное, где планирование ведется на год по событийному принципу, то есть это вот праздники, да, и государственные, какие-то религиозные, да, немножко, вот, скажем, масленицы, да, связаны, традиционные, региональные праздники, проводятся с детьми, ну, общесадиковские, да, это и садовские, как общесадиковские, да, юбилей детского сада, да, или групповые, которые отмечаются, то есть это вот именно, как бы, временное, да, быстрое планирование, планирование на месяц включается, естественно, в сетку образовательной деятельности, да, например, реализация программы вдохновения, очень программа интересная, да, возможно, анализ этой программы я включу в следующий вебинар, возможно, стабильно планировать только здоровье сберегающие, да, это физкультура, это досуги физкультурные, это музыкальные, и занятия, да, с учителем, логопедом, инструктором, хорошо, если есть, да, таковой бассейн, да, ну, дефектологом, кифлопедагогом для детей с нарушениями зрения, ну, хорошо, когда есть несколько специалистов и работают на благо, да, ребенка на его индивидуальной особенности, и эти занятия, занятия по событийному планированию тоже будут составлять сетку, вашу сетку занятий на месяц. Вот, а все остальные, конечно, по решению индивидуальных задач каждого ребенка, исходя из возрастных задач. Календарное планирование, где он планирует только материал образовательной ситуации, события, деятельность, да, ну, и организованную, если есть необходимость, задачи, да, индивидуальная. Так, план проекта, да, совместное планирование деятельности детьми, это тоже, как бы, один из видов планирования и направлено на творчество педагога, да, желает он это использовать или же слепо действовать определенным планом, да. Хорошо, когда поощряется, да, руководство, что-то новое, а когда нет, конечно. Вот как раз про рабочую программу спрашивали, да, вот здесь у меня на рисунке, вот представлено, как в зависимости от федеральной образовательной программы, да, мы видим здесь представлены возрастные группы, да, например, старшая разновозрастная группа ориентируется, по крайней мере, в наших дошкольных учреждениях, например, группа логопедическая, да, если она имеется, таковая группа для детей с нарушениями зрения объединяет, значит, два возраста, да, и для них также составляется календарный, да, ежедневный план работы самого воспитателя, рабочая программа образования, видите, то есть не рабочая программа воспитателя, потому что это включает календарное планирование, а именно по программе, именно по ФОП, да, значит, воспитание и обучение, мы видим здесь различия, да, ну и летняя кампания, да, то есть чем же летом, да, на летние каникулы, какое планирование. Так, значит, здесь давайте мы уже по тематическому планированию кратко-быстро пройдем, да, то есть что заявлено у нас в стандарте, да, что заявлено в ФОП, различные праздники, они там даже перечислены, да, и вот, значит, какую проектную деятельность мы можем включать, выбирается тема рассчитанная от двух до шести недель и все формы образовательной работы продолжают выбранную тему. Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной деятельности, домашних условий, ну и, конечно, каждая тема должна заканчиваться проведением определенного итогового мероприятия, да, значит, либо это выставки, праздники, да, та же развернута сюжетно-ролевая игра, какое-то развлечение, и хорошо, когда, ну, спектакль, да, вот я вам говорю спектакль, подготовить спектакль, да, или какой-то праздник, это, я думаю, вы со мной согласитесь, сложное, да, сложное. Так. Ну, вот здесь как раз кратко представлено праздники, да, которые, скажем, общий, да, общероссийский, да, отмечаются, ну, сейчас, да, примерно, я знаю, конечно, спасибо, да, оп, нет, образовательная программа именно, мы говорим, примерно ушла в архив, да, а, соответственно, образовательная программа самого учреждения. И вот здесь, соответственно, по направлениям мы видим первое, да, основное, это у нас идут патриотическое, социальное, духовно-нравственное, да, и остальные направления, которые реализуются через образовательные области, ну, включая, конечно, региональные, да, какие-то традиционные праздники. Вот здесь, значит, представлено, да, по образовательным областям, да, какие модули включаются, да, ну, вот мы говорили о социально-коммуникативном, что так или иначе, ребенок, находясь в детском саду, да, он общается, он находится в социуме, вот в семье и в обществе, значит, мы говорим о каких-то событиях, праздниках, да, значит, о новостях, и все это будет осуществляться через патриотическое воспитание. Делаем упор каждый раз на основу безопасности, да, ну, и через трудовое воспитание, тоже дежурство, обычно самообслуживание, это будет все входить в социальный коммуникативный. Я думаю, что художественно-эстетическому, физическому здесь проблем, как бы, нет. Вот как раз будет ссылка, да, фрагмент тематической недели, я взяла на ноябрь, вот, есть, то есть готовые ссылки, ага, здесь немножко так, по образовательным областям, которые представлены у нас, да, выше и социально-коммуникативно, и познавательно, какие беседы могут проводиться, да, и их цель на прогулке, цели и конкретизированное, да, значит, направление работы, где это можно найти, да, интересно, да, значит, у березы хоровод, да, спасибо, да, значит, я знаю, что у нас нет примерно образовательной программы. Так вот, вариант второй, да, скажем, это же неделя ноябрьская, да, вот где мы первая неделя, да, календарный план на ноябрь в старшей группе основные задачи, и также раскрываются через вот данную сетку занятий. То есть это можно брать за основу, да, и, соответственно, включать. Вот как раз следующий слайд, здесь представлен список литературы, да, но, скажем, мне очень тоже нравится, хотя это и не как бы новое, да, ну, мы ориентируемся на все те же, на всю ту же систему планирования, хорошо представлены из раздела методической библиотеки пособия по управлению, значит, Солодянкина система планирования в дошкольном учреждении, и, соответственно, тоже раскрыты, Солодянкина, к сожалению, я вот здесь почему-то не включила, да, ей дан даже анализ маркетинговых исследований в планировании деятельности детских садов, да, какие основные документы, и также литература, да, вот модель выпускника, там примерная схема, да, она состоящая, что ребенок, да, значит, какие знания о здоровье, культура личности, познавательная деятельность, да, он получает, также представлена система контроля за образовательные работы и реализации годового плана, значит, то есть какая диагностика, и вот здесь вот непосредственно мы видим, да, календарно-тематическое планирование по федеральной образовательной программе и вот эта вот платформа, где вот представлены то, что я вам показала, да, планирование по программам, методические рекомендации по планированию и реализации до соответствия программы. И какие пособия, да, вот авторами уже, соответственно, выпущены, да, это вот планирование образовательной деятельности непосредственно подготовительная группа, мы видим здесь вот по программе от рождения до школы, то есть есть рабочая программа воспитателя, это ежедневное планирование, да, и комплексное планирование, вот конкретно для логопедов, потому что здесь были логопеды. И, по-моему, по программе детства тоже как раз, потому что она широко у нас используется, да, это мы рассмотрели, почему-то у меня прыгает, вот тоже, да, по старшей группе, вот по программе детства, планирование комплексного занятия и комплексно-тематическое планирование авторов коротовских, и так далее. То есть, понятно, что методические материалы, они должны так или иначе, если работает дошкольное учреждение, да, значит, по данной программе, конечно, можно это посмотреть, и, соответственно, как бы закупка, да, данных пособий, она необходима, потому что именно представлены, да, планирования, которые необходимы именно по ВГОС даже, да, по ВГОС и по федеральной образовательной программе. Ну, по-моему, мы успели, да, все рассмотреть. Спасибо большое, поэтому о том, что вы написали, какие виды планов можно, то есть, по каким программам вы работаете, да, и, соответственно, что, получается, у вас нет проблем, да, по планированию, да, так или иначе, но для того, чтобы, как бы, наука у нас не стоит на месте, да, появляется, вот я же вам сказала, и модульное, да, и проектное планирование, поэтому это интересно, и, конечно бы, внедрять, да, в форме экспериментальной площадок под научными, значит, с научными руководителями, мы это внедряем, экспериментальные площадки у нас реализуются и по разным городам, значит, и у нас для того, чтобы, это необходимо, да, это новое веяние, требования, да. спасибо.